Говорит Черкесск Рита Нерова о некоторых событиях республики. Здравствуйте! И вот что главное. Порядка 300 жителей Карачао-Черкесии ежедневно обращаются на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации. Усилить меры безопасности учащихся 18 школ и воспитанников 21 детского сада Черкеска. Перед всеми ответственными лицами поставлена задача. Резонансная трагедия в станице Зеленчукской. Мужчина убил капризничавшую полутора годовалую племянницу. И жители Черкеска могут пройти углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Далее подробности. Глава региона Рашид Тимреза в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Совета приполномоченным представителем президента России в Северокавказском федеральном округе Юрии Чайки. Руководители субъектов, входящих в СКФО, доложили полпреду о ходе исполнения указа президента страны о частичной мобилизации. Юрий Чайка отметил недопустимость формального подхода к выполнению задач, поставленных президентом России. Отмечено, что призывные комиссии должны быть открыты и опираться на принципы гражданского общества. Обсуждены также вопросы обеспечения бесперебойного функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса в субъектах округа. Полпред поручил организовать работу горячих линий для поддержки семей военнослужащих и активнее противодействовать распространению недостоверной информации. В настоящее время в Карачае-Чекесе организовано несколько горячих линий по вопросам мобилизации. В региональный ОНФ можно позвонить по номеру 8 928 027 4122 на горячую линию по вопросам мобилизации 122 и военкомат Карачае-Чекеси 8 878 2 26 36 10. Порядка 300 жителей Карачае-Чекеси ежедневно обращаются на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации. Всего поступило порядка 2000 звонков. Ежедневно жители республики обращаются с различными вопросами. Чаще всего спрашивают, кого коснется мобилизация, кто из студентов подлежит призыву, сохраняется ли за человеком в случае его ухода на спецоперацию рабочее место. На каждое обращение дается подробный ответ, рассказал первый заместитель министра цифрового развития Карачае-Чекеси Инвер Кипкеев. По его словам, в службе 122 штат полностью укомплектован квалифицированными сотрудниками. На случай нехватки кадров имеются подготовленные операторы, готовые приступить к работе. В мэрии Черекеска обсудили вопросы безопасности в образовательных организациях города. В своем телеграм-канале мэра республиканской столицы Алексей Баскаев написал, что сегодня перед всеми ответственными лицами стоит задача усилить меры безопасности учащихся 18 школ и воспитанников 21 детского сада Черкеска. Организацию безопасности в образовательных учреждениях на сегодняшний день осуществляют лицензированные частные охранные предприятия. Мэр поручил им в кратчайшие сроки проработать вопрос удаленного контроля с выводом камер, установленных в школах, централизована в офисы частных охранных предприятий для ежечасного ежеминутного видеоконтроля за тем, что происходит в здании. Проверка системы видеонаблюдения во всех образовательных организациях города уже осуществлена. Везде функционируют кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт управления вне ведомственной охраны. В этой части будет усилен контроль ежедневной перед началом смены проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии обеспечат усиленные патрули реагирования вблизи городских учебных заведений. Директорам школ, заведующим детскими садами, поручено провести работу по повышению бдительности школьников и родителей. Зеленчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Чекесии возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней девочки. В совершении особо тяжкого преступления подозревается житель станицы Зеленчукской. Информацию комментирует старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по КЧР Евгения Перфилева. По данным следствия, днем 20 сентября 2022 года мужчина находился по месту своего жительства в станице Зеленчукской вместе со своей полуторагодовалой племянницей. Ребенок капризничал и отказывался есть, из-за чего злоумышленник нанес ей несколько ударов, после чего оставил лежать на диване и вышел от двор домовладения. Через час мужчина зашел в дом и обнаружил, что девочка лежит без признаков жизни, о чем сообщил своей сестре матери ребенка, находившейся в это время на работе. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие в домовладение, констатировали смерть ребенка. В соответствии с заключением экспертизы, смерть девочки наступила в результате причинения ей травматических повреждений, а именно закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов и разрыва левой почки. Мужчина задержан. В ходе допроса он дал признательные показания, а также детально пояснил все обстоятельства совершенного им преступления при проверке показаний на месте. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Субтитры предоставлены Зеленчукским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится проверка. Жители Черкеска могут пройти углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Чаще всего переболевшие при медосмотре жалуются на повышенное артериальное давление, боль в сердце, а также на нарушение работы внутренних органов, отмечают медики. Врач функциональной диагностики Черкесской городской поликлиники Дина Гогова рассказала, что программу диспансеризации для переболевших коронавирусом отличают несколько дополнительных обследований. На первом этапе общий анализ крови и биохимии с показателями почечной и печеночной функций, с определением уровня глюкозы и холестерина. Проверяют также работу сердца. Если у пациента затруднено дыхание, его направят на спирометрию. Она покажет, насколько восстановились легкие после болезни. При необходимости пациента могут направить к узким специалистам или на дополнительные процедуры. Ведь даже спустя месяцы после перенесенного COVID-19 некоторые продолжают страдать от различных недугов. В республиканском центре за последние 6 лет проведена замена 120 лифтов в 44 многоквартирных домах. Этот вид работ по программе капитального ремонта в Черкесске, как и республике в целом, проводится с 2017 года. В частности, в текущем году в городе заменены 33 лифта в 10 многоквартирных домах. Кроме того, в 34 в этом году проводится капитальный ремонт кровли фасадов инженерных сетей. За 8 месяцев текущего года компания Карачаева Черкеска Энерго выявила 104 недобросовестных абонента, похитивших более 10 миллионов киловатт-часов. Общая стоимость ущерба составила более 34 миллионов рублей. В результате работы с нарушителями возмещен ущерб на сумму 33 миллиона 400 тысяч рублей. В частности, 22 абонента в Узжигутинском районе выплатили около 10 миллионов, в Малокарачавском муниципальном образовании 7,5 миллионов и в зоне ответственности от Гехабльских районных электрических сетей почти 5 миллионов 700 тысяч рублей. В числе частых уловок, к которым прибегают энергофоры, зачистка вводного кабеля, самовольное подключение к электрическим сетям, набросы на линии электропередачи, а также установка на приборах учета магнитов и нарушения госпломбы. Как мы же сообщали, в год столетия республики открылся первый молодежно-проектный офис, который расположился по улице Доватора, Черекеска. Инициатором его создания стало Министерство по делам молодежи, а поддержка была оказана Федеральным агентством по делам молодежи. Уже в следующем году в республике появятся еще три проектных офиса. Об этом расскажет советник министра по делам молодежи республики Арасим Попшуов. Министерство по делам молодежи рады сообщить вам о том, что мы наконец-то открыли молодежный проектный офис. На данном этапе мы сейчас разрабатываем образовательную программу для всех участников, как по бизнес-проектированию, так и по социальному проектированию. В середине октября месяца мы откроем регистрацию для всех желающих и с нетерпением ждем всех. Сотрудники госавтоинспекции Карачао-Черкеси призывают участников дорожного движения к бдительности во время сезонного перегона домашнего скота. Информацию комментирует инспектор отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД Зеленчукский Роман Хубьев. С сегодняшнего дня по конец ноября 2022 года на территории Зеленчукского, Урубского, Малокарачаевского, Карачаевского муниципальных районов будет производиться перегон крупнорогатого сельского домашнего скота. В связи с чем госавтоинспекция по Карачаево-Черкесской республике информирует водителей о том, чтобы они были внимательны, соблюдали ПДД, обращали внимание на знаки, предупреждающие о вольном выпасе, а также перегоне скота через федеральные автодороги. 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Он призван привлечь внимание к проблеме распространения бешенства и его последствий. О том, как защитить себя и своих питомцев от опасного заболевания, расскажет заместитель начальника отдела Государственного ветеринарного контроля и надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Аюб Каблахов. Какие необходимые профилактические мероприятия проводить на сегодняшний день по борьбе с бешенством? В первую очередь, это мероприятия, которые направлены на снижение численности лис путем отстрела лис, волков. Второе, поголовная иммунизация кошек и собак, которые находятся у населения, которые обязательно должны состоять на учете в Государственной ветеринарной службе. Третье, это проведение разъяснительной работы среди населения, такие как проведение сходов граждан, расклеивание листовок, пометок в местах массового скопления людей, выпусками на телевидении видеороликов с разъяснением об опасности данного заболевания. И четвертый, маловажный факт, который нужно проводить, это уменьшение бродячих собак. Бродячие собаки тоже несут угрозу в себе. Как мы знаем, бродячими собаками, животными считаются те животные, которые находятся на улицах без ошейников, без чипов. И тоже немаловажную роль играет вакцинация плодоядных животных, которые находятся в дикой среде. В республике завершается конкурс на звание самого чистого населенного пункта. Конкурсная комиссия в настоящее время проводит обезды 11 населенных пунктов региона, которые подали заявки. Основными критериями при оценке являются санитарно-экологическое состояние территорий городских, сельских поселений и эколого-просветительская работа с жителями поселения, а также организации и участие в экологических мероприятиях и эко-рекламе. Напомним, конкурс проводится в рамках празднования столетия Карачаево-Чрикесии. Результаты будут объявлены 14 октября. В республике стартовал школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников, который продлится до 28 октября. Ежегодными участниками школьного этапа Олимпиады становятся более 16 тысяч обучающихся из всех муниципалитетов Карачаева-Чрикесии. Она пройдет по 22 предметам – математике, русскому и иностранным языкам, информатике, информационно-коммуникационным технологиям, физике, химии, биологии, географии и другим. В этом учебном году школьный этап Олимпиады будет проводиться и на технологической платформе «Сириус-курсы». На ней Олимпиада пройдет по шести общеобразовательным предметам – физике, химии, биологии, математике, информатике и астрономии – с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий. Ну и последняя информация. Фото-выставка природных и культурных достопримечательностей открылась в Черкесске. Экспозиция, организованная Региональным министерством туризма и курортов в рамках празднования Всемирного дня туризма, приурочена к вековому юбилею Карачаев-Черкесии. Она включила в себя работы победителей фотоконкурса «Лик родной республики» и отображает природные пейзажи и живописные ландшафты республики, исторические места и архитектуру. Выставка проходит в Парке культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» и продлится до 2 октября. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В горах местами плюс 13-18. В Черкесии кратковременный дождь, днем гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 25. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.